Продолжение следует... Ссылайте видео и фото. Лучшие попадут в эфир. Обсуждайте программы и события. Общайтесь с редакторами проектов. Задавайте вопросы и получайте ответы. Делитесь с друзьями материалами ОТР в социальных сетях. Выражайте свое мнение. Сайт otrdefizonline.ru Будем на связи. Субтитры создавал DimaTorzok Это человек 40, ели их и пели. Детство у Висбора было в тяжелые послевоенные годы. Учился он в школе в третью смену. Уроки начинались в половину восьмого вечера. Поэтому весь день он проводил во дворе с гитарой, которую позже в своей автобиографии назовет самым демократичным инструментом. Но правда о лирике он тогда не думал. Хотел стать либо футболистом, либо летчиком. Занимался в аэроклубе и даже в одно время переехал жить на аэродром. А затем неожиданно для самого себя поступил в педагогический институт. А потом были институт, походы, армия на севере, возвращение, дети, работа, поездки, горы, море и вообще жизнь. Но обо всем этом уже в песнях. Так писал в своей автобиографии уже журналист Юрий Висборг. Он стал известен на всю страну. Но самая, пожалуй, необычная встреча собственной песни была в космосе. Дело в том, что тогда для космонавтов, которые долгое время находились в полете, создались, в специальную группу психологической поддержки. Включили в нее Висборг. И вот однажды он зашел в студию, откуда ушла связь с космосом, и увидел, как один из космонавтов, Александр Иванченков, берет в руки гитару и начинает петь. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Юрию стало очень приятно, ведь первая песня, исполненная в космосе под гитару, была его сочинение. Песня Юрия Висбора на общественном телевидении России вы сможете услышать уже прямо сейчас. На нашем канале начинается концерт его памяти. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Мы очень рады видеть... Стало чудесной традицией собираться в этот день, 20 июня, в лучших залах Москвы, для того, чтобы всем вместе отметить день рождения прекрасного человека, удивительного человека, журналиста, поэта, писателя, актера, барда, автора прекрасных песен, Юрия Висбора. Сегодняшний вечер особенный. Сегодня Юрию Осичу исполнилось бы 80 лет. И сегодняшний вечер ведем мы Алексея Ивашенко и Варвара Висборг. У меня такое ощущение, Варя, что Висбор – это уже не просто фамилия. Висбор – это уже культурный код для своих. Вы произносите Висбор, и все перед глазами – горы, моря, крайний север. Удивительный мир прекрасных женщин и сильных мужчин. Я продолжу твои ассоциации, и ассоциации многих, наверное. Висбор – это еще песни простые, мелодичные, пожалуй, давно уже ставшие народными. И наш сегодняшний вечер называется «Висбор. Юбилей с друзьями». Сегодня на сцене и на экране нам будут помогать вести этот вечер его друзья, соратники и соавтор. Итак, начнем. Внимание на экран. Я узнаю с момента его прихода в педагогический институт. Я учился тогда уже на втором курсе, уже был опытный студент. Вбежала к нам чемпионка гимнастика, такая Варя Давыдова была. В первый день институтской занятий, когда первый курс пришел только. И она сказала, ой, девочки, там такой хорошенький мальчик один. Хорошенький мальчик – это было уникальное явление. Мальчик вообще довольно редкое явление было в институте. И вот это был как раз и розовый блондин Юра Висборг, который очень быстро вошел в нашу команду. Тогда довольно дружно мы уже имели за собой кавказский поход. Он тогда еще не занимался туризмом. Он был на слете, на котором мы рассказывали об этом походе. И вот так вылился в секцию, взял гитару. И очень скоро стал популярнейшим человеком в институте. Первый раз я попал в квартиру на Неглинке, где теперь управление культуры, в 1963 году. В году уже виза была Висборг. Было очень известно, уже работал журналистом. По-моему, тогда уже в этой самой, в этом журнале с дыркой. И будучи командировочным из Ленинграда я попал и понял сразу, в отделок задымленную прокуренную квартиру, что это центр вообще всей песни всего Советского Союза. Здравствуй, здравствуй, я вернулся, я к разлуке прикоснулся, Я покинул край, в котором лишь одни большие горы. Меж горами перевалы в том краю ты не бывала. Там звезда есть голубая, в ней угадывал тебя я. Здравствуй, здравствуй, друг мой вечный, Вот и кофе, вот и свечи, Вот созвездия голубонья, вот, И мы вдвоем с тобой. Наши дни идут к закату, А мы, как малые ребята, Взявшись за руки, клянемся, То ли плачу, то ли смеемся. Здравствуй, здравствуй, милый случай, Здравствуй, храбрый мой попутчик, Разреши идти с тобою за звездою голубою И на рынок за хлебами, И с корзинкой за грибами, И нести с собой В корзинке Нашей жизни Половинки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть одна хорошая новость, Она, я думаю, обрадует всех, Кто интересуется творчеством Висбора, И, казалось бы, мы все знаем, Все издано, многократно записано, Ну вот, буквально этой весной совсем недавно Обнаружился большой неизвестный текст Юрия Иосифовича. Это, я бы сказал, лекция О ремесле, о его профессии, барда. Эту лекцию он прочитал, двухчасовая лекция, он ее прочитал слушателям семинара молодых бардов. Было это в конце декабря 83-го года. Там есть, ну, кое-что, о чем он никогда не писал и не рассказывал. Песня какая-то берет начало, иногда совершенно невозможно предсказать. Вот, например, Серега Санин, да? Вот он рассказывает, как, что он написал Серегу Санину По конструкции песни американского певца Пит Сигерс. А песню эту Пит Сигерс написал, прочитав казачью колыбельную в Тихом Доне. По конструкции этой казачьей колыбельной. Не представляю себе, какой фантастический сюжет. С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой бровке, по самой бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Идет молчаливо, в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе. Мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами другого парня в пекло не пошлет. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо, в распадок рассвет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу. А он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо, в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Висбор вообще не альпинист. И я могу сказать еще одно, что Висбор последние, допустим, 15 лет, а раньше он не ходил, он ходил вообще в связке только со мной. И я могу о нем судить. Он просто, ему дух нравился, атмосфера, общение. Понимаете, в альпинизме не может человек рассказать, какой он смелый, и какое он чудо. Это о нем расскажут другие люди, которые ходили с ним. Ведь когда идешь на серьезное восхищение, то после восхищения бывает такой разбор. Тогда еще не было слова разбор полетов. Разбор просто восхищения. И два-три слова люди говорили друг о друге, что как. И некоторые товарищи больше в компании, наши в команде, не появлялись. Это была норма жизни, потому что это своеобразный спорт, своеобразные отношения. А некоторые люди были спаяны этими играми всю жизнь. Юра любил Гура из-за того, что были друзья, товарищи, которые его любили. Вот Юра появлялся в экспедиции, мы приезжали, там, караван, заброска, все прочее. Юре сразу помогали палатку ставить, чтобы Юрочка там вот так жил. Причем потому что мы любили, что он сядет как-то потом, споет, расскажет пару баек, будет с нами. Он улучшал очень атмосферу. Непонятным образом песни Юрия Висбора, наверное, через наших родителей. Вот все эти детали, которые звучат в песнях у Висбора, они настолько близки, как будто это про нас. И вот следующая песня посвящается Аркадию Мартыновскому. Я очень рад, что мы познакомились и подружились. Всячески чем, возможно, помогаем друг другу. Вот песня одна из самых моих любимых. Субтитры создавал DimaTorzok В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там так же не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркаша горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле? Пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь. Куда же мы глядели, покуда все галдели? И бойко рифмовали слова любовь и кровь. В Аркашиной квартире бывали эти рифмы. Не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом. Абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы. И был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы. И все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью. Наивною моралью, желанием петь, да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени. На кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетенья. И так несправедливо, что жизнь у нас одна. Народный артист России Олег Митяев. Мне в прошлом году довелось попасть в настоящий альпинистский лагерь. Познакомиться с настоящими альпинистами. И я вам скажу, что вот тут в сценарии не точно немножко написано. Там написано, что альпинисты хранят память о Юрии Висборе. И это не совсем так. Он для них абсолютно живой человек. Вот это трудно объяснить, но есть такое ощущение, что это просто человек куда-то отошел, что он рядом. Его дух все время присутствует там. Есть фестиваль, прекрасный фестиваль авторской песни в Фанских горах, посвященный Юрию Висбору. Есть вершина, пик Юрия Висбора. Мало того, друзья, есть планета Висбора, но и это еще не все. Сейчас обращаюсь к каждому из вас, Алексей, к тебе тоже. Встречались ли вам такая ситуация, когда в каком-нибудь населенном пункте люди сами протаптывают удобные для себя дорожки, там, к примеру, к остановке, да, к любимой. Вот. А потом, как бы по этим народным тропам уже мудрые правители кладут асфальт, что является достаточно удобным. Так вот, примерно такая же ситуация произошла с улицей Висбора. Да, есть теперь такая улица в Самаре. Хочу вам сказать, что в новом микрорайоне коттеджной застройки улицы, как это обычно бывает, имеют условные названия поначалу. И поскольку это город Самара, поскольку это родина Грушинского фестиваля, там поклонников Висбора хоть отбавляй, и один из них взял на себя инициативу и заказал себе табличку «Улица Висбора, дом 24». Повесил ее на свой собственный дом, соседи походили-походили, им это понравилась идея, и они заказали себе точно такие же таблички, только с номерами уже своих домов. И после какого-то прошествия времени РЭО стали присылать уже квитанции официальные, там на оплату коммунальных услуг, где в адресе, в строфе с адресом, значится улица Юрия Висбора. Ну вы знаете, я вот сам сегодня буквально узнал о том, что в конце мая правительством Москвы принято решение о том, что на одном из домов в Ананевском переулке на Сретенке появится табличка «Здесь жил Юрий Висбор». Спасибо правительству Москвы за это решение. И отдельное спасибо за то, что это стало возможным биографу Юрия Висбора Анатолию Азарову, который сделал очень много для того, чтобы это осуществилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и уж раз речь зашла о Сретенке, то сейчас самое время пригласить на сцену еще одного уроженца этого района. Близкий друг Юрия Висбора, актер, режиссер Вениамин Смехов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это на добавку. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот. То есть... А с другой стороны... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ну, наверное, больших, великих творений поэта Висбора в 20 веке. Доказательством служит то, что лет 8 назад в тогдашней России на Заряде это стихотворение читал Евгений Евтушенко, один из самых лучших и важных личностей русской поэзии. А я прочитаю так, как я помню. А помнишь, друг, команду с нашего двора, послевоенный над веревкой волейбол, пока для секции нам сетку не украл, четвертый номер, коли зять известный вор. А первый номер на подаче – Владик Коп, владелец страшного кирзового меча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер – наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев – наший дворничек и сын, торговец краденым и пламенный игрок, Серега Мухин – отпускающий усы и на распасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. А вот противник – он нахал и скандалист, на игры носит он то бритву, то наган, здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожа, зверю-директору он партой угрожал и парту бросил он с шестого этажа, но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя, вот наша Эльба, встреча войск далёких стран, идёт походкой воровскую Коля-зять навстречу руки-вбруки Лёвочка-Уран. Вот тут как раз и начинается кино и подливает в это блюдо остроты белого танечка, глядящее в окно внутри районной гений чистой красоты. Ну что, без драки? Волейбол так волейбол, ножи отставлены до встречи роковой, и Коля-зять уже ужасный ставит кол, взлетев, как щагин над верёвкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец, и тридцать лет прошло, о, Боже, тридцать лет, и говорит мне, ассирийц-продавец, конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка, потом опять, потом отбился от ребят, а Коля-зять пошёл в десантные войска, и там, по слухам, он вполне нашёл себя. А Макс Шароль, опять защитник и герой, имеет личность он секретную и кров, он так узерцствовал над бомбой гробовой, что стал член-кором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, а также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор, дай Бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат, но где найдёт он старый Сретенский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Ну что же, каждый выбрал веру и житьё, полсотни игр у смерти выиграв подряд, и лишь майор десантных войск Н.Н. Зитьёв лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенко, не плачь, мы стали все твоей общей судьбой, те, кто был втянут в этот несерьёзный матч, и кто повязан стал верёвкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужёсткие крепления или радиолы во дворах. Спасибо. Я попросил разрешение, и мне разрешили. У меня есть такое любимое воспоминание, когда Юрий Ось дома, вот он был и друг, и наставник, и с лихвою незаслуженно одарял лаской комплиментов и в каких-то литературных делах, и Галку мою, и он благословил семью мою, и вообще тут много-много всего, и деток моих, и Ленку, и Алику, и всё. Это было и Женечку Шурина. Ну, в общем, есть такое стихотворение дивное. Оно, по-моему, очень годится. Я как раз недавно выступал в Германии, и я его прочитал нашим людям. Там, в маленьком кафе, на углу Шунхаузер-аллеи, где четыре старухи ежедневно обсуждают итоги Первой и Второй мировой войны. Там, в маленьком кафе, на углу Шунхаузер-аллеи, где из окон видны ещё руины, где безногий человек с самого утра всё глядит в стакан. Там, в маленьком кафе, посредине города Берлина, на углу 20-го столетия, на опасном перекрёстке двух противоборствующих систем. Там, в маленьком кафе, посреди задымленной Европы, на груди у водяной планеты, что вращается по скучной круговой орбите вокруг звезды. Там, в маленьком кафе, ничего такого не случилось. Просто мы по-русски говорили и сказали старухе, надо было раньше добить англичан. Спасибо. А на сцену выходит автор и исполнитель Раиса Нурн. Попробуем заснуть под пятницу, под пятницу, под пятницу. Во сне вся жизнь на нас накатится с салазками под Новый год. Брительки в довоенном платьице и шар воздушный катится. Четверг за нас, за всех расплатится и чистых пятниц издаёт. Четверг за нас, за всех расплатится и чистых пятниц издаёт. И всё, что с нами дальше сбудется, ах, сбудется, ах, сбудется, пройдёт по этим смутным улицам, чтоб знали мы в конце концов, что много лет за нами старыми придёт во тьме кварталами какое-то весьма усталое И дорогое нам лицо Какое-то весьма усталое И дорогое нам лицо А Новый год и ель зелёная Зелёная, зелёная Свеча горением утомлённая И некий милый человек И пахнет корка мандаринная Звезда висит старинная И детство всё такое длинное И наш такой короткий век И детство всё такое длинное И наш такой короткий век Всю ночь бредём сквозь сумятицу Сумятицу, сумятицу И лишь к утру на нас накатится Догадка, что была в крови Всё от того, что сон под пятницу Под пятницу, под пятницу Нам дан за тем, чтобы не спрятаться От нашей собственной любви Нам дан за тем, чтобы не спрятаться От нашей собственной любви Юрий Висбор был блистательным баишником Рассказчиком был непревзойдённым Это все знают давным-давно Сейчас его друзья собирают в кучку Всё, чтобы оставалось следующим поколением Вот сейчас выходит книжка у Юрия Пискулова Юра в этом зале находится Он персонаж знаменитой висборовской песни «Спартак на Памире» Помните? Аркаша, Алёша, Юраша, Климаша Вот Аркашина, значит, книжка вышла раньше Юрашина сейчас Называется она «17 мгновений с Висбором» Увидите, не примените Я же обращаюсь к первоисточнику Висборовские записки, которые называются «Командировка в Мурманск» Несколько лет назад я прилетел в Мурманск в командировку Мне нужно было пять дней здесь поработать Поскольку в местном издательстве выходила моя книжка А потом я должен был уйти в море на подводной лодке Чтобы подготовить репортаж для журнала «Кругозор» На аэродроме меня встречает секторе обкома комсомола Альберт Жигалин С которым мы служили в одном полку И говорит Юра, у нас с тобой большая программа Мы должны обойти 50 семей, которые правят Мурманском И вот каждую ночь мы обходим 4 или 5 домов Мурманск не Тбилиси Спирт, палтус, никакой зелени Здрасте, Юрьевич, вот Леночка у нас не спит Вас ждем Раз, два, три Потом застолье, песни какие-то Другой дом, кошмар В 8 утра прихожу в гостиницу Страшный, как вурдалак Ложусь спать В час изду в издательство Вечером опять 50 семейств Наконец, 5 дней страшнейшего пьянства закончились Приезжаю в базу Североморск Там один день Меня встречает местный поэт Володя Матвеев Капитан 2-го ранга Честно глядит мне в глаза и говорит Юра, бросил пить Минут через 10 он уже достал топор И взламывать начал шкаф Где жена от него закрывает спирт Затем было все как надо Наконец, утром подали адмиральский катер До базы подводных лодок в Полярном идти час Я в теплой командировочной шубе На собачьем меху вышел наверх Чтоб меня проморозило Чтоб вся эта жуткая жизнь Вся эта страшная пьянь из меня вышла И промерз хорошо, взбодрился Думаю, ну там уж военная база Никакого разврата Приходим, встречают два офицера Один командир лодки взял мой чемодан И говорит, Юрий Иосифович, пожалуйста, быстренько В политотдел и на лодку Мы уходим Вхожу к начальнику политотдела Большой кабинет За столом сидит скучный человек Окна заметены черным льдом Говорить мне с ним не о чем абсолютно Он выдвигает ящик стола Заглядывает туда И старательно выговаривая мое имя Обращается ко мне Да, Юрий Иосифович У нас тут зима Полярная ночь Да я и сам вижу, что полярная ночь Сидим Какое-то напряженное молчание Тут нас Московские дети Культуры не забывают Недавно Ахматова Приезжала Кто? Думаю Черт, он покойницу вспомнил Ахмат Но нам ее песни не очень Ах Думаю Он его спахмут Вот так Юрий Иосифович У нас тут зима Полярная Вдруг он делает резкое движение вниз У меня захолонуло внутри Открывает тумбочку Вынимает бутылку спирта И два грязных стакана Начинает разливать по полстакана Берет графин тарой желтой воды Разбавляет спирт Происходит известная реакция Затем он вынимает маленький Сухой, как грецкий орех Лимон И пытается ножом перепилить Повторяет тут у нас Юрий Иосифович Зима Блядь Полярная ночь Чувствую себя проституткой Которая вернулась к честной жизни А ее опять зовут Мы с ним встали За вашей Юрий Иосифович Выпили Будто мне суковатую палку В пищевод сунули Я стакан еще не успел поставить Как открывается дверь И входит никто иной Как командующий базой Контрадмирал Романенко Это что? Пьянка в штабном помещении? Кто такой? Кто из Москвы? Спрашиваю Начал распекать начальника политотдела Я как организатор пьянки Стою, молчу Думаю, пьяный В штатском В штабе тут секретные документы Сейчас арестуют Идите со мной! Ну, думаю, пропала моя командировка Иду по темным коридорам за адмиралом Он открывает какую-то дверь Вижу там семга, семга, семга И лимончики Что же вы там, понимаете, с помполитом в глухой? Мы вас здесь давно ждем Но здесь, как говорится, было тяжело Потому что был коньяк Адмирал снял китель Называл меня сынок Рассказал мне всю свою жизнь А я ему свою И про всех жен своих Много раз поцеловались Ночь за окном Полярная Зима В итоге он мне говорит Сынок, ты один до лодки не дойдешь Я тебе дам вестового Вызвал вестового звонком Пришел азербайджанец Как сейчас помню, с худой шеей Обнял я его И мы пошли по каким-то обледенелым пирсам Я этому азербайджанцу Все рассказывал про себя Когда шли Приходим Лодка стоит седьмым бортом Ну, стало быть, шесть лодок Надо пройти по маленьким шатким Обледенелым мосточкам Чтобы на нашу лодку попасть С божьей помощью перешли Я поцеловал азербайджанца Залез на верхний рубочный люк Смотрю вниз Там на четырнадцатиметровой глубине Лысина ходит Это командир нервничает Спустился я Шуба как юбка Вся задралась Командир мне говорит Товарищ Висбург, где вы ходите? Все налито Это был конец Когда я и Пумполит пришли к нему в каюту Я еще жизнь помнил Смотрю, он вынимает бутылку ркацители Заткнутую черную резиновой пробкой У меня еще мысль ясно работает Это не ркацители Потом произошел распад личности Когда я вернулся к жизни Чувствую, лежу в гробу Голову поднять не могу Но думаю, вот она и смерть Наконец-то Чувствую, что с левого края Гроб кончается И стенки слегка трясутся Соображаю, нет Стало быть, пока не умер Выяснилось, что лежу на третьей полке В офицерской каюте Слез полная темнота Разбил несколько приборов Но нашел выключатель Зажег свет Так началась моя командировка На Северный флот Задыргаяны верхние люки Штурвала блестит колесо Ввиду долгосрочной разлуки Всем выдан на брау дюрсо Прощайте, красотки Прощай, небосвод Подводная лодка Уходит под лед Подводная лодка Морская гроза Под черной пилоткой Стальные глаза Под грустную музыку Верди Компасы дают Перебои Голодные ходят Медведи У штурмана Надо головой Прощайте, красотки Прощай, небосвод Подводная лодка Уходит под лед Подводная лодка Морская гроза Под черной пилоткой Стальные глаза По многим известным причинам Нам девушки все хороши Стоят на сугробах мужчины А на полюсе нет ни души Продеваю Под подводная лодка Морская гроза Столичная водка Стальные глаза Борис Львович На сцену выходит Андрей Крамаренко Юрий Иванович неохотно включал свои концерты, лирические песни, самые свои заветные, самые дорогие сердцу Не очень доверяя, видимо, публике на ответную сердечную реакцию Но сегодня другой случай здесь Собрались все, кто хорошо знает и прекрасно понимает, о чем эти песни Если кто-то знает слова, можно тихонечко подпевать Ты у меня одна Словно в ночи луна Словно в году весна Словно в степи сосна Нету другой такой Ни за какой рекой Нету за туманами Дальними странами Вы не провода В сумерках города Вот и зашла звезда Чтобы светить всегда Чтобы гореть в метель Чтобы стелить постель Чтобы качать всю ночь У колыбели дочь Вот поворот какой Делается с рекой Можешь отнять покой Можешь махнуть рукой Можешь отдать долги Можешь любить других Можешь совсем уйти Только свети, свети Андрей Крамаренко Просто Юлий Ким Юра Как еще целая плеяда Разнообразных И по-своему замечательных людей Обязанным своим Душевным и всяческим происхождением Нашему замечательному Московскому педагогическому институту И идучи сюда Я думал, как бы это Воспеть наше родовое Душевное, духовное Как угодно гнездо И вспомнил И вспомнил свою песню Написанную когда-то вместе С композитором Дашкевичем По просьбе нашего философа Публициста Литератора прекрасного Юрия Корякина В 73-м году он вел Вел лекции на учебном телевидении И его темы были Декабристы Достоевский И Пушкинский лицей И вот для лекции О Пушкинском лицее Заказал он нам с Дашкевичем Романс И когда я усел сочинять текст Я сразу задумался О своем лицее О нашем лицее И так получилось Что воспевая Пушкинский лицей Я как-то все время Оборачивался на наш Родной московский Федагогический И вот Этот романс Я и спою Потому что Сочинял я его Не только и не столько Имея в виду Пушкинских лицеистов Сколько наше МГПИшное братство Тогда Душой Беспечной Невежды Мы жили Все И легче И смелей На пороге Наших дней Неизбежно Мы встречаем Узнаем И обнимаем Наших Истинных Друзей Здравствуй Время Гордых Планов Пылких Клятв И долгих Встреч Свято Дружеское Пламя Свято Дружеское Пламя Да не просто Уберечь Да не просто Уберечь Все выжить Как вон и дни Все выжить Легко и смело Не высчитывать Предела Для бесстрашья И любви И подобно Лицеистам Собираться У огня В октябре Багрианалистам В октябре Багрианалистам Девятнадцатого дня Девятнадцатого дня Но судьба Своё возьмёт Поимщицки лихо свистнет Всё по-своему Расчислит Не узнаешь Наперёд Грянет Бешеная Вьюга Захохочет Серый мрак И спасти Захочешь Друга Спасти Захочешь Друга Да не выдумаешь Как Да не выдумаешь Как На дорогах Наших дней В перепутьях Общежитий Ты наш друг Ты наш учитель Славный Пушкинский Лицей Под твоей Бессмертной Сенью Научиться Бы вполне Безоглядному Веселью Бескорыстному Доверию Вольнодуманной Глубине Вольнодуманной Глубине С этой песней С этой песней случился Небольшой казус Очень лестный для меня Потому что однажды в газете Московская правда Вышла статья О каком-то из московских лицеев А эпиграф был из этой песни В октябре Багряна листом Девятнадцатого дня А Пушкин Юлия Ким А на сцену выходит Галина Хомчин Да, мой любимый Все долги Мы заплатили Непростой своей Судьбе Мы жили Судьбами других Пора подумать О себе Да, о себе И будет в нашей жизни мир Когда простой весенний луч Прорвет завесу низких туч Затею в детскую игру И ветры, будто бы друзья Светятся к нашему костру Наши годы Все скользят Как птицы осени Летящие на юг Нас не оставили друзья Но как летит этот круг Да, этот круг Но будет в нашей жизни мир Когда простой весенний луч Прорвет завесу низких туч Затею в детскую игру И ветры, будто бы друзья Светятся к нашему костру Как наши дети подросли Вот верный счетчик Нашим общим временам Уйдут, как в море корабли И торопливый поцелуй Оставят нам Да, наша молодость прошла Но знаешь, есть одна идея у меня Давай оставим все дела И съездим к морю на три дня Хоть на три дня И будет в нашей жизни мир Когда простой весенний луч Прорвет завесу низких туч Затею в детскую игру И ветры, будто бы друзья Светятся к нашему костру И ветры, будто бы друзья Светятся к нашему костру А сейчас на сцену выходит Алексей Ивашенко А жена моя сейчас Зажигает сжигалку И прикуривает дьяву И мурлыкает эфир И какой-то нехороший Говорит ей, слушай, Галка Не смотри на вещи мрачно Как прекрасен этот мир Ну а может быть сейчас Нам с тобою повезет Ну а может разобьется Этот самый самолет И все это происходит Пока самолет наш мчится И с криком рвется воздух Чуть впереди крыла И всем нам очень хочется Скорее приземлиться Но, боже мой, не ранее Чем указано в расписании Утверждено в Министерстве Гражданской авиации А у штурмана Товарища Семенова Настроение борживой вообще Он резонно понимает Что не далее, как в полдень Съел какую-то субстанцию И болит его желудок И под сердцем все сосет Ну когда ж наш милый штурман Наш замечательный работник Он жену себе В четвертый раз найдет И все это происходит Пока самолет наш мчится И с криком рвется воздух Чуть впереди крыла И летим мы так Летим Пролетаем в город нежен Оттуда Умный мальчик В телескоп на нас глядит Телескоп весь ледяной Город нежен Весь заснежен Мальчик видит наш фонарик И волнуется в груди Он-то думает, что мы На летающей тарелке Умный мальчик Ты ошибся Мы ведь здешние Свои Все это происходит Пока самолет наш мчится И с криком рвется Воздух чуть впереди крыла И лечу я так Лечу И весь пристегнутый ремнями И скопление населения Наблюдаю под собой И вся жизнь моя Летит Разноцветными огнями Летающих тарелок В небе явный Разнобой И мне кажется, что прав Композитор Де Тухманов И поэт В. Харитонов Что заметили однажды После долгого раздумья И проверки Многократной Что действительно Прекрасен Этот мир И все это происходит Пока самолет наш мчится И с криком рвется воздух Чуть впереди крыла Алексей Ивашенко Юра был беззаковорочный лидер Он, по-моему, родился лидером Причем он никогда ничего не навязывал никому Все шло само по себе Как-то мягко Но все понимали, что он главный Во всех байдарочных походах Даже в альпинистских экспедициях Он умудрялся давать такие советы Что потом Даже диву даешься Он настолько Скрупулезно И точно знал Тему, с которой он работал Что практически все Шофера считали, что он шофер Беззаговорочно А, Юрий Ильич наш Шофер там Летчики считали, что он летчик Подводники, что он подводник Но мы-то точно знали, что он Альпинист Это его любимое хобби Я даже не знаю, что он больше любил Москву или горы Я думаю, что горы В горах люди меняются А он ездил туда и зимой, и летом Я его включал во все сметы наши Во все приказы и постановления И он ездил на правах участника Московских альпинистов И, конечно, если Юра был с нами То все проходило Совсем по-другому Он с утра уходил Подходил ко мне Говорит, Володя Я иду До ужина Буду там-то, там-то Не наводи на меня никого Я буду работать И вот он приходил вечером И первое, что он делал Говорил Сейчас я вам покажу Что я сделал сегодня Мы садились Представляете Памир Кошмар Зеленый чай Огромные звезды Юра с гитарой Показывает, что он сделал Он несколько раз делает оговорки Но это сырой материал Мы его потом подправим Ничего он больше не правил У него с листа получалось Надолго и всерьез АПЛОДИСМЕНТЫ Мама, я хочу домой Не буду спасил лишь циклопом Мама, я хочу домой Дома все же как-то лучше Но здесь придется нам Целый день бродить по кручам По ужасным литникам Будем ползать постоянно По веревке основной И питаться кашей манной Мама, я хочу домой Не хочу я каши манной Мама, я хочу домой Склоны круче, ближе тучи Камни сыплются гурьбой На пожарные всякие случаи Мы связались меж собой Мы идем по лету Мама, я хочу домой Не хочу я что-то падать Мама, я хочу домой Снова нас ведут куда-то Снова я несу рюкзак Ты чего же мне, ребята Надоело жить вот так Телеграмма уж готова Ни одной ней запятой В ней всего четыре слова Мама, я хочу домой В ней всего четыре слова Мама, я хочу домой Мама, я хочу домой Спасибо Александр Сижу я, братцы, как-то с африканцем А он, представьте, мне и говорит В России, дескать, холодно купаться Поэтому здесь неприглядный вид Зато, говорю, мы делаем ракеты И перекрыли Енисей А также в области полета Мы впереди планеты всей Потом мы с ним ударили по триста И он, представьте, мне и говорит В российских селах В российских селах не танцуют твиста Поэтому здесь неприглядный вид Зато, говорю, мы делаем ракеты И перекрыли Енисей А также в области полета Мы впереди планеты всей Мы впереди планеты всей Потом залили это все шампанским И он, говорит, а вообще ты кто таков? Вот я, говорит, наследник африканский А я, технолог петухов Вот я и делаю ракеты Перекрываю Енисей А также в области полета Я впереди планеты всей Я впереди планеты всей Показываю! Про Никси, говорит он, лучшим чувством Открой, говорит мне, главный ваш секрет Пожалуйста Советское искусство В наш, я говорю, сильнее всех ракет И все ж мы делаем ракеты Перекрываем Енисей А также в области полета Мы впереди планеты всей Мы впереди планеты всей Мы впереди планеты всей Тимур Ведерников и ансамбль Под управлением Александра Прокоповича Когда я родилась То отцу было так Интересно посмотреть на рожденное им дитя Что, значит, со своим ближайшим другом Владимиром Красновским Вооружившись альпс-наряжением Они подошли к 25-му роддому Что на Ленинском проспекте И забрались на 4-й этаж Роддома Значит, показались Два небритых человека в окне Где лежало как минимум 10 роженец Все дамы закричали Мама подбежала к окну И, успокаивая своих подружек Сказала, не волнуйтесь Это мой пришел Как будто появление мужа в окно На 4-м этаже Это была какая-то такая Очень нормальная ситуация семейная И, значит, потом родители издевались Как могли их над ребенком Как я выжила, совершенно непонятно Потому что вот классик авторской песни Александр Моисеевич Городницкий Утверждает, клянется и божица Что лично видел, как меня вывешивали С третьего этажа неглинки В авоське А мама мне рассказывала Я говорю всегда, неправда Потому что меня просто привязывали Репшнурами к водоконнику Рекламы погасли уже И площадь большая нема Лишь где-то вверху На 6-м этаже Качает сынишку мать О, сколько долгих ночей С тобой мы проведем О, сколько долгих ночей С тобой мы проведем Отец твой далеко-далеко Пускай тебе сын мой приснится Амурские сопки И берег высокий И древнющая граница О, сколько долгих ночей С тобой мы проведем О, сколько долгих ночей С тобой мы проведем О, сколько долгих ночей Такую же ночью Алеша Бродили мы с ним до утра Не слушай меня Засыпай, мой хороший Придет и твоя пора О, сколько долгих ночей С тобой мы проведем О, сколько долгих ночей С тобой мы проведем О, сколько долгих ночей О, сколько долгих ночей Юрий Висбор писал потрясающие Настроенческие картины Не все знакомы с ними И вот сегодня мы хотели бы это сделать А сегодня на нашем экране Они для вас будут представлены И песня, под которую они будут представлены Написала моя бабушка Ада Якушева Вероятно, совершенно вдохновленная этими картинами Аплодисменты Аплодисменты Сумерки Волны грядущего ветра В сумерки Я различаю в рисунках твоих Зон в этих сумерек светлых Зон в этих сумерках Зон в этих сумерках Сумерки Где-то почти В ожидании огня Сумерки Мысли серебряных О-о-о Сумерки Сумерки Это почти Про меня Так что Считай Мы знакомы, так что считай мы знакомы, знакомы. Мне хотелось бы вас сегодня познакомить с коллективом, который создал Алексея Ивашенко «Второе дыхание». Маша Ивашенко, Алексей Хомчик, Юрий Лобиков, внук Юрия Висбора и Алексея Ивашенко. Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, постелях, поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л». Заканчиваясь мягким знаком, о, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, Что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт с родними нялом или купцам, Забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось. В цене все то, что удалось, и спрос нисходит на интриги. И есть всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, И рыцарские голоса смехоподобны, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, Своё святое естество сберёг в дворцах или в бараках, Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, Что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, Что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мандурангари Заблестели купола Глядь, страна халабала Отворяют ворота Выплывают три кита А на них халабала У страны Халабалы Невеселые делы Ни прописки, ни угла Ни рекламного села Лишь одна халабала В той стране Халабале Сорок восемь королей Эй, 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 эй Мужики-то там молодцы Все они халабальцы Начищают купола И звонят кола Вот и все у них дела Вот и все у них дела Вот и все у них дела Кто-то не амал АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тост за Женьку Так выпьем, ребята, за Женьку За Женечку пить хорошо Вы помните, сколько сражений Я с именем Женьки прошел И падали годы на шпалы И ветры неслись шелестя Но сколько любимых пропало По тем непутевым путям И в грохоте самосожжения Забыли моих навсегда Но, Женя, вы помните, Женя Я с ней приходил вот сюда Когда, в девятнадцатом веке Ну, вспомните вы, черт возьми Мне двор представляет циники В Воронеже или Перми До утра вставала неброско Лишот цветы на полу Галанку пахло и воском И шторой, примершей к стеклу А вы будто только заходы Я помню такой кабинет И пили мы мерзкое что-то Похожее на кабернет Но все же напились порядком И каждый из вас толковал Ах-ах, молодая дворянка Всю жизнь я такую искал Ну, вспомнили точно и верно Ни разу с тех пор не встречал Я женщины более верных И более чистых начал Не помню ни чьих я объятий Ни губ я не помню, ни рук Так где ж твоя Женька, приятель? Сюда ее, в дружеский круг Эх, где-то гуляет отважно На пляже каком-то лежит Но это не важно Не важно Я крикнул Она прибежит Ну что, гражданин Ты остался Один Закрывать нам пора А он заплатил Рассчитался Намерен сидеть до утра Да нет По привычке нахмурясь Я вышел из прошлого прочь Гостиница Арктика Мурманск Клухая полярная ночь Дорогие друзья Человек, которому эта песня посвящена Сегодня здесь, в зале Народная артистка Евгения Уралова Похлопайте ее Он был командор Все Он единственное Замечательное качество И достаточно приличная смелость Говорить, смелость Даже нам, альпинистам Это то, что он шел впереди Всегда Какая бы ни была вода Как бы ни было опасно Какие бы там бурные переливы Перекаты не были Вот И он однажды С Аней С Истаней Попал в такие бруны В такие деревья Что вообще Мы не знали Как там вытащить И только Толя Левин Там смог Его как-то подплыть Нас проносило Вивно С дикой скоростью И так далее Мы не могли добраться До него Никак То есть ситуация была Мы много раз тонули Переворачивались Вода Изменяюсь На берегах Еще там ледочек был То есть Это такие были походы Где-то три дня Очень тяжелые Опасные Вы когда приходите На концерт Есть у вас Ощущение Что вы с ним Встречаетесь Вот Я не настолько Как говорится Может быть Сентиментально Так уже пускаюсь До полного Расплывчатого состояния Но чувство встречи Безусловно Конечно Лично Конечно Ну это мое Понимаете Я Очень Душевно отношусь К этому делу Юра В общем Как-то у меня В жизни Присутствие Очень помогло Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь И узнаешь с первого же взгляда Мне бы только знать, что где-то ты живешь И клянусь, мне большего не надо Аплодисменты И по этому поводу Юра Принес мне в качестве подарка Военно-морской флаг Советский Снят с какого-то катера Такой, знаете, серо-синий С серопом молотом красным И с надписью фломастером Старшему матросу Агороднинску Матрос Ювизбер Эта флага у меня висит сейчас в кабинете дома Я от большой грусти о него поглядываю И я еще спросил, я помню Юра, а почему же старшему? А я же тебя моложе на год Дольше проживу И вот эти слова я запомнил Потому что это был 83-й год А в 84-м году, ранее осенью Когда я был в очередной экспедиции На судне «Витязь» Это было на Крылово-Игейском море Если я не ошибаюсь Мы получили радиограмму Потому что Юра не стало И на обоих кораблях Была Беллин Траур с моей подачей Капитаны очень любили этого человека Его песни И мы совершили выезд из порта А когда советское судно стояло В порту иностранном Радиопредадщики должны молчать Мы получили радиограмму А ответить не можем Вот через два дня мы вышли В открытое море На пределы территориальных зоны И, значит, послали радиограмму В Москву И совершили символический Обряд морских похорон И когда я на это смотрел Когда кидается венок Судно делает круг вокруг Длинный, ужасный, не смолкающий гудок Разрывающий уши и душу Я поймался на том, чтобы Если Юра это видел Им бы это понравилось Он любил такие вещи Вы теперь к разлукам привыкайте К буританству телеграфных строк Вы теперь, пожалуйста, на карте Отыщите порт Владивосток Там, оставив берег за кормою В море отправляются сюда Тихо там восходит надо мною Тихо океанская звезда Вы теперь, пожалуйста, простите Все ошибки сухопутных дней Вы теперь, пожалуйста, любите Нас и посильней, и поверней Вы в комод другие звезды спрячьте Что бы вам сияла иногда Тихо восходящая над мачтой Тихо океанская звезда На перрон Приморского вокзала Мы придем, когда наступит срок Поезда отсюда лишь на запах Пароходы только на восток В жизни может многое случиться Но теперь сквозь все мои года Тихо будет надо мной светиться Тихо океанская звезда Тихо будет надо мной светиться Тихо океанская звезда 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 Среди морских дорог, за островами, за большой водою, За синим перекрёстком двенадцати ветров, за самой ненаглядною зарёю. За синим перекрёстком двенадцати ветров, за самой ненаглядною зарёю. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, и ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свидания и разлука. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая только совета. На нежных побережьях кочующей земли, который год всё ждут тебя рассветы. На нежных побережьях кочующей земли, который год всё ждут тебя рассветы. Пока качают полночь, усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его увозят на флагах корабли, скрузив туман у моего порога. Потом его увозят на флагах корабли, скрузив туман у моего порога. Туман Туман плывёт над морем в душе моей. Туман Всё кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зелёный океан, Двенадцать ветров синий перекрёсток. Держись, моя столица, зелёный океан, Двенадцать ветров синий перекрёсток. Двенадцать ветров синий перекрёсток. Охотный ряд Охотный ряд Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд Охотный ряд Когда-то здесь горланили пупцы. Москва будила дымная заря, И над сугробами звенели пупинцы. Охотный ряд Охотный ряд И над сугробами звенели пупинцы. Охотный ряд Охотный ряд Здесь бродит запад гидов, те ребят. На метрополь колхозники глядят, Как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд Охотный ряд Охотный ряд Как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд Охотный ряд Вот дымный берег юности моей, И гавань встречи порт ночных утрат. Вот перекресток ста пятнадцати морей. Охотный ряд Охотный ряд Вот перекресток ста пятнадцати морей. Охотный ряд Охотный ряд Ты нас тиранил три часа подряд Слезайте, граждане, приехали, конец Охотный ряд, охотный ряд А сейчас, дорогие друзья, на сцену выходит друг И соратник Юрия Висбора Сергей Никитин Спасибо, спасибо Я счастлив, что довелось мне Нам, Статьяна, довелось дружить С Юрьевичем Бывать с ним в байдарочных походах И сотрудничать с Юрием Висбором Когда он делал кино в творческом объединении «Экран» И вот был такой фильм Он назывался «Мурманск-198» И связан он был с ледокольным флотом С участниками военных действий на Северном флоте И там был такой эпизод Когда перед глазами зрителя Проходили фотографии военных времен И специально для этого эпизода Была написана нами вместе Песня, которая называется «Военные фотографии» И я вот сегодня смотрю Сегодня здесь много фотографий Уже Юрия Васильевича И уже эту песню я лично я воспринимаю Гораздо шире Доводилось нам сниматься И на снимках улыбаться Перед старым аппаратом По прозванию фотокор Чтобы наши светотени Сквозь военные метели В дом родимый долетели Под родительский надзор В дом родимый долетели Под родительский надзор Так стояли мы с друзьями В перерывах меж боями С сухопутьем и морями Шли, куда велел приказ Стань фотограф в серединку И сними нас всех в обнимку Может быть, на этом снимке Вместе мы в последний раз Может быть, на этом снимке Вместе мы в последний раз Кто-нибудь Потом вглядится В наши судьбы В наши лица В ту военную страницу Что осталось За кормой И остались Годы эти В неброме В бромпортрете В фотографиях На память Для отчизны Дорогой В фотографиях На память Для отчизны Дорогой Дорогой Спасибо Спасибо Вот был еще такой эпизод Когда-то я Участвовал в создании Спектакля о Михаиле Светлове Который поставил В МГУ На Ленинских горах Петр Фоменко И там была песенка В которой было всего Четыре строчки Это стихи Михаила Светлова Не греет любовь И не светит Сквозь времени Круговорот Любовь не живет На планете А тачку С планеты Везет И вот и вся песенка Я однажды показал ее Юрия Васильевича Висбору Он Ему понравилась эта песня Он Значит был как-то Вот заведен что ли И сочинил еще Несколько стров И вот получилась Песня Стихи Светлова И Висбора Не греет Любовь И не светит Сквозь времени Круговорот Любовь Не живет На планете А тачку С планетой Везет Везет А тачку С планеты Везет В пути Ни конца Ни начала Как будто бы Замкнутый круг Но вроде Любовь Обещала Не выпустить Тачку Из рук Не выпустить Тачку Из рук Ах Где вы Помощники Где вы Одной Трудно Ношу Нести Лишь Вера С надеждой Лишь Вера С надеждой Две Девы Любви Помогают В пути Любви Помогают В пути Ах Где вы Помощники Где вы Одной Трудно Ношу Нести Лишь Вера С надеждой Две Девы Любви Помогают В пути Любви Помогают В пути И жду Я всю ночь До рассвета Всю ночь Не гашу я Огня Уж раз Ты везешь Всю планету Возьми Возьми Заодно И меня Возьми Заодно И меня Не греет Любовь И не светит Сквозь времени Круговорот Любовь Не живет На планете А тачку С планеты Везет А тачку С планеты Везет Сергей Никитин А сейчас на сцену Выходит прославленный коллектив Ансамбль КСП Мифи Кстати в этом году Клубу КСП Мифи Исполняется 50 лет И люди Которые Сейчас выходят на сцену Это вполне состоявшие Из инженеры физики Люди которые Все успели в жизни И в профессии Достичь вершины И в турпоходах побывать И сохранить Эту удивительную Чистую атмосферу Клуба Самодельность Песни Тех Визборовских лет Вот это для мужчин Рюкзак Или дорог И нет таких причин Чтоб не вступать в игру А есть такой закон Движение Вперед И кто с ним не знаком Навряд ли Нас поймет Прощайте Вы прощайте Писать не обещайте Но обещайте Помнить И не гасить костры До после восхождения До будущей горы До после восхождения До будущей горы И нет там ничего Ни золота Ни рук Только это все Что пройдет Слишком круп И слышит сердце стук И страшен снега И очень дорог Вперед Слишком близок Прощайте Вы прощайте Писать не обещайте Но обещайте Помнить И не гасить костры До после восхождения До будущей горы До после восхождения До будущей горы Но есть такое там И этим путь хорош Чего в других местах Не купишь Не найдешь С утра Подъем С утра И до вершины Бой Отыщешь ты В горах Победу Над собой Прощайте Вы прощайте Писать не обещайте Но обещайте Помнить И не гасить костры До после восхождения До будущей горы До после восхождения До будущей горы Спасибо, друзья А сейчас прозвучит песня Которую все знают Лыжи у печки стоят Гаснет закат за горой Гаснет закат за горой Месяц кончается март Скоро нам ехать домой Здравствуйте, хмурые дни Горное солнце прощай Мы навсегда сохраним В сердце своем этот край Нас провожает с тобой Гордый красавец сердцом Нас ожидает с тобой Марь и вода не в дорог Вот и окончился круг Помни, надейся, скучай Снежные флаги разлук Вывесил старый дамбай Вот и окончился круг Помни, надейся, скучай Снежные флаги разлук Вывесил старый дамбай Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда кончается мат. Ранее сходят звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда кончается мат. Ранее сходят звезда, где-то лавины шумят. Спасибо, друзья. Вот мы и подошли к финалу сегодняшнего вечера. И мы хотим сказать спасибо всем, кто помог тому, чтобы он состоялся. Министерству культуры Российской Федерации. Департаменту культуры города Москвы. Государственному Московскому театру эстрады. Московскому центру авторского творчества и лично Ирине Алексееву и Игорю Каримову. Общественному телевидению России. Радио России. Эхо Москвы. Пусть аплодисменты не смолкают, друзья. Фонду памяти Юрия Висбора. Центру авторской песни. Интернет-порталу barz.ru И лично Николаю Романову. Алине Нолле. Марине Анисимовой. Евгению Васильеву. И, конечно же, Аркадию Леонидовичу Мартыновскому. И Валерию Викторовичу Рюмину. Сегодня еще один юбилей. Ровно 20 лет назад в Государственном концертном зале России состоялся первый вечер Висбора. Мы хотим выразить сердечную благодарность режиссеру-постановщику практически всех концертов Ольге Анохиной. Многолетнему ведущему программы Борису Львовичу. И, конечно, навсегда в наших сердцах останется недавно ушедшая от нас Нина Фильмонна Висборг, которая вложила всю свою душу в то, чтобы каждый год со сцены звучали эти слова. Милая моя, солнышко весной. Солнышко весной. Милая моя, солнышко весной. Где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко весной. 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 Милая моя, солнышко лесное, Где в таких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, Где в таких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны, Мне подыскать тот ручей у янтарной сосны. Друг сквозь туман нам проснеет кусочек огня, К другу огня ожидают предстаты меня. Милая моя, солнышко лесное, Где в таких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, Где в таких краях встретишься со мною? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 До встречи в следующем году! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам, дорогие! Спасибо каждому, что пришли, что помните! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ